Здравствуйте! Сегодня 20 января. У нас просто прекрасная погода. Очень удивительная для января. Плюс 19 градусов. Это, конечно, впервые, насколько я помню. И очень много сейчас чего очень интересного. Цветет, отцветает, зацветает. Но буду снимать частями, чтобы ловить некоторых очень интересных товарищей. Ну, начинает расцветать дендробиум. Дендробиум, я уже показывала его, типа артист, специозумного типа. Много цветоносов. Он очень ароматный. Пахнет лимончика. Вот, буквально вчера только начал открывать свои первые цветочки. Сидит он у меня в смеси там угля, коры. В общем, как и любые дендробиумы, специозумы. В смеси там и вулканическая лава, и пемза, и кора, и что там только нет. Ну, вот, в такой ему нравится. Доцветает уже котлея в Арнере. Царулийная цвела. Это уже доцветает. Начинает распускаться здесь бутончик. Вот только лопнул. Самое волнительное событие. Особенно, когда у тебя растение еще ни разу не цвело. Ты, конечно, ходишь и заглядываешь, как кот на сметану. По бирочке можно видеть, что это месиленсис пурпул. То есть, давиана аурея натриная пурпул. У многих она цветет. Красивая, конечно, будет вся в прожилочках. Но потом уже только фотографии. Просто цветут они недолго. Где-то дней 15. Если я буду снимать следующее видео, я, конечно, засниму ее. Здесь у меня растел кориантес. Как же мне нравятся их цветочки. Просто великолепные. Чудо природы. Здесь вот я сейчас попробую поближе взять цветок в руку. Вот такой вот он. Вот здесь внутри у них собирается нектар. Как показывали на видео. И ее опыляет. Вот эти вот орхидейные мухи ползут. Наверх вот так вот. Вот такой вот цветок. Кстати, он у меня немножко недораскрылся. Вот здесь вот сзади, вот переверну, должно полностью раскрыть лепестки. Но цветочек очень долго рос, поэтому немножко мутант. Но это даже не проигрывает, потому что у нее уши остались. Он назад их не загибает. Вот такой вот красивый цветет после просушки. Цветочек держится всего три дня. Вот еще один цветоносик идет. Такой вот кориантес макантра. Ну, морковка уже, наверное, попадает в третье видео. Потому что все, мы гоним бутоны. Уже вот такая красивая ветка. Я ее поливаю в это время. Сидит она в чистой коре. Ну, вот сколько я пыталась. Опыт один морковок, другой, третий. В итоге я вернулась все равно к коре. В коре лучше всего растут. И субстрат очень долго не пропадает. Ну, и вообще, очень даже хороший результат. Так, здесь вот такая вот Санта-Барбара Санцет. Вот такой у нее длиннющий цветонос. Вот растение стоит аж там далеко. Конечно, как всегда, она красавица. Вот этот вот цвет очень необычный. Она имеет два цветоноса. Я их скрепила между собой, потому что смотрели они в разные стороны. Как обычно, заснять это все красиво не получалось. Ну, вот я держу цветонос. Вот там вот само растение. Я измерила цветонос, по-моему, метр восемьдесят получился. Ну, вот такая вот. На одном цветоносе пять цветов. И на втором четыре. В этот раз оно мне больше дает цветов. Потому что и растения становятся все больше. Ароматная. Ну, по-моему, есть немножко аромат. Но не сильная. Вот такая вот красотулька. Дендробиум все цветет. Здесь у меня доцветает котлея. Я ее когда-то у меня попадала на видео, покупалась в Таиланде. Она уже отцветает, некрасивая. Но аромат, я лучшего аромата, наверное, не слышала. Даже давианы. Ну, вот не то. Тут такой прям парфюмерный запах получается. Растение слабое после деления. Поэтому цветочки такие не очень красивые. Цветет анцепс веичана. Анцепс веичана. У меня она цвела одним цветочком. Я как-то не была впечатлена. Думаю, да, зачем мне такой некрупный цветок. Сейчас растение полностью обрело свой размер, который она должна иметь. Стало у нее три цветоноса. Два цветоноса. То есть, вот она сейчас стала очень цвести красиво. У нее цветочки меньше, чем у типовой анцепс. Ну, например, у меня альповая цветет. У нее цветок в два раза больше, чем у нее. Но она легче зацветает. Это веичана. Она не такая крупная. То есть, если видеть цветонос, ну, сантиметров сорок. Это самый большой. Маленький сантиметров двадцать. Растет компактно. Растение не такое большое. И для домашнего содержания, особенно если для окна, так вообще идеально. Потому что анцепс очень крупное растение. А веичана церрулейная вот эта форма, она не такая крупная. Вот такая вот. И причем цвет у цветочка именно голубой. Губа немножко с сиреневым отливом, но более все-таки в голубой цвет ушла. Доцветает персеволиана, уже не красавица, но пока еще стоит. Распустился второй цветок на панде. Уайт спайк панда. Он немножко поярче, чем, например, прошлый цветок. Больше здесь сиреневого цвета. Майкай майюми уже, наверное, в полном распуске. Все цветочки свои распустила. Цветет она долго. Ну и, наверное, уже, как и фаренопсис. Когда цветут долго, они вызывают особого восхищения. Поэтому все цветы, которые цветут мало, почему-то обращают на себя больше внимания. Цветет до сих пор триная сплэшевая. Цветок она немножко дорастила. Цветок крупнее. Вот такой вот. Вот такие ушки. Два цвета. И, если честно, вот когда она первый раз распустилась, мне не очень. Я сейчас постояла, думаю, как она красавица. Особенно вот на видео получается прям вообще красиво. Бутончик второй, помните, вышел из чехла. Цвет. Здесь один суперкрасавец. Это магия Рафаэля на муссе. Вот такая вот распустилась. Это уже три цветка она распустила. Вот он, первый цветок распустился. Губа красивая. Губа муссе. Ну, вот такая вот семиальбовая форма. Вот такая вот красота. Сейчас попробую бирку взять ее. Да, вышла. А вот она. Вот такая. Цветет, пахнет, растет. Красивая. Очень. И ушки, и губа классная. Ну, и здесь у меня зацвел, как каждый год уже цветет. Это Тангер Глоу Дельта Кинг. Вернее, правильно, Дельта Кинг Тангер Глоу. Цветет она у меня с двух цветоносов. Ароматная, рюшистая, компактная. Очень четко цветет. Ну, вообще-то, я бы сказал, котлея настолько неприхотливая. Имеет очень плотной структуры цветок. Поэтому и очень долго его держит. Она у меня цветет где-то месяца два. Вот если прохладная погода. Если, конечно, будет жарковато, месяц это самый большой срок цветения. На одном цветоносе он три бетона. И на втором было три, но один она скинула. Так что получилось пять. Ну, по-моему, и пять достаточно. Растение, оно уже разрушенное, конечно, большое. Высота туберов, ну, сантиметров где-то сорок. Это с листом. Сидит она у меня точно так же, как и все котлеи. Это внизу архиата, сверху мох. Ну, мох уже здесь больше функцию выполняет, чтобы забирать осадок от воды. Потом его лучше менять. Зато кара внутри остается чистенькая и не подвергается коррозии от воды. Ну, вот такая вот экскурсия. Ах, да, у меня что-то еще я тут повесила. Зацвела у меня морковка. Это клавизета пенанк вальц. Покупала я ее деленкой. Вот такая вот красота. Ну, конечно, смотрят цветочки вниз. Я попробую взять вот так вот ее. Вот так, наверное, более понятно будет. Какие у нее крупные. Ой, цветочки отвались. Она уже отцветает. Вот такая вот цветок. Цветут морковки недолго, но зато очень эффектно. Вот такая вот она. Ну, вот такой вот обзор по цветущим на январь месяц. Тоже будет много. Ах, да, я же еще не рассказала. Тут еще главная рыжая красавица. Такая вот вещь. Кто покупал от Микки, когда он показывал, что у него вот эти вот растения, Хай Сонг Фламей Дэнс, они показаны, что у него они красные с желтыми. В Таиланде такие котлеи продаются со сплэшами. А как оказалось, расцвела она вот такой вот. Он показывал один из вариантов цветения, но еще ни у кого они не расцвели со сплэшами. Потому что котлеи со сплэшами вот такими вот по лепесткам стоят невероятных денег. Ну, в общем, продавец вода. Ну, вот такая вот растела. Ну, и вот такая вот Санцет красавица. Всем хорошего настроения. Пока-пока.